Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами поговорю о том, почему я приехала из Казахстана в Тунис. Будет также тема вид на жительство в Казахстане и замуж за иностранца. Если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной. И что ж, поехали! Ну и так, с чего вообще все началось? Все началось с того, что мы с моим на тот момент молодым человеком решили пожениться. Мы планируем жить в Казахстане. И то, что я никуда со своего города не сдвинули, я живу в Алматинской области. Но так как я часто довольно выезжаю в город, для меня Алмата, ну это мой родной город. То мы планировали то, что он едет в Казахстан по студенческой визе. То, что он будет изучать русский язык, либо он поступит на магистратуру. Мы поговорили с университетом Аль-Фараби. Они согласились. Немножко мы не попадали в январе под эту систему. Мы немножко отклонили университет Аль-Фараби. И мы поинтересовались университет Сулеймана. И в общем нам там очень все понравилось. Очень классное, конечно, место. И на самом деле они как бы были заинтересованы в том, чтобы нас тоже взять к себе. И мне сказали, что в январе со мной свяжутся. То, что мне подскажут курс, программы, оплату дадут. И сделают визу моему мужу студенческую. Но почему-то по сегодняшний день мне никто до сих пор не написал. И мы так и не поступили, как студенты. Затем мы с мужем разговаривали насчет студенческой визы. И он вообще потом пришел к такому выводу, что он не хочет все-таки учиться. И он говорит, если я работаю, то я схожу на работу и я знаю, что мне заплатят зарплату. А здесь он говорит, наоборот, я буду ходить на учебу. И все деньги будут тратиться на такси, на дорогу, на обучение. И немножко мы эту тему по поводу студенческой визы сместили. И мы заинтересовались другой визой. Если я открою себе фирму и приглашу его как бизнес-партнера. И вроде бы, знаете, все хорошо, мы уже готовились, я все узнала. Потом мой муж сказал, что нет, я не хочу тоже отдавать, платить деньги компании, которая будет помогать нам оформлять эту визу. Потому что он боялся. Вдруг это окажется немножко фейковая компания. И мы, в общем, этот вопрос тоже отмели. И почему мы вообще рассматриваем другие визы, как рабочую, как студенческую, если мы находимся в официальном браке и мы не можем ехать в Казахстан. По какой причине мы не можем ехать в Казахстан? Потому что если вы в браке уже супруг и иностранец, то вам необходимо иметь визу Б9. Состоит она из долгого перечня документов. Необходимый критерий это быть платежноспособным. И на территории Казахстана необходимо открыть банковский счет. И на тот момент, год назад, это надо было положить 9000 долларов на счет. В этом году ставки поднялись и уже надо положить там 10000 долларов. Ну, конечно, я вам говорю в долларах, а так это вообще все в казахстанских деньгах. И там по своим они МРП как-то считают. Ну, общая сумма, тем не менее, около 10000 долларов. Проблема даже не в том, что у нас не хватает какой-то определенной суммы для того, чтобы сделать эту визу. Проблема еще в том, что необходимо положить эти деньги в Казахстан. Очень интересный закон, что в год ты можешь только 2000 долларов вывезти из страны. Ну, и получается, немножко вот это вот все так сыровато, ширковато. И в общем, в общем, вот так вот. И поэтому мы вот эту визу Б9, мы ее не рассматриваем. Мы рассматриваем другую визу, С2. Она идет на воссоединение семьи. Ее вы можете получить через 3 года. Если ваш брак легализован, официален, то через 3 года уже можно получить вид на жительство, как на воссоединение семьи. И если вы жена и приглашаете мужа жить с вами на вашей родине, то необходимо на счету иметь примерно 1000 долларов. Как они это рассчитывают? Это минимальный показатель зарплаты на каждый месяц. Какая, к примеру, это 28 тысяч тенге. И на 12 месяцев нужно умножить. И вот эта вот сумма там и получается. Ну, грубо говоря, это будет 1000 долларов. К моему мужу трудно въехать в Казахстан. Очень много разных критериев. Очень много шероховастых таких поверхностей. Но, конечно, знаете, есть, конечно, другие пути. Это коррупция. В плане того, что вы знаете, что в Казахстане, если ты кому-то, какому-то чиновнику дал денежку, тебе это с легкостью помогут все сделать. И помимо чиновников есть еще другие люди, которые с удовольствием положат тебе деньги в карман. И помогут тебе сделать этот вид на жительство. Ну, вы знаете, я бы, конечно, не рисковала с ними связываться. Потому что, не дай бог, это будет фейковый, нереальный документ. И потом такие проблемы будут. И из Казахстана... И потом ставят штраф. И в течение 5 лет уже невозможно будет въехать в Казахстан. Если вы мне зададите вопрос, нравится ли мне Казахстан, и хотела бы я вернуться жить в Казахстан, то, конечно, мой ответ – да. Потому что я очень скучаю. Я уже практически 11 месяцев нахожусь на территории Туниса. Я очень безумно соскучилась по городу, по улицам, по своему родному поселку, по родственникам, по друзьям. И, конечно, я бы хотела вернуться. Ну, даже проблема в том, что я так забралась далеко. Это Северная Африка. Билеты очень дорогие. Если я полечу с ребенком в Алма-Ату, то это примерно 1300-1400 долларов. Ну, просто нереальные цены. Если честно, жабы душат, просто тратят такие деньги буквально на месяц, чтобы просто поехать, поразвлекаться и вернуться обратно сюда жить. Очень, конечно, завидую девочкам, которые летают в Украину, либо в Россию к себе домой. Потому что цены на билеты доступные. Можно и за 200, и за 160 долларов. Летом у нас вообще здесь был такой ажиотаж. В Москву можно было с Туниса улететь за 60 долларов. Это туда и обратно, наверное, либо в одну сторону. Точно не знаю. Но цена была 60 долларов. Ну, это, конечно, просто нереальные цены. И, конечно, можно было бы воспользоваться. Ну, увы и ах. Туризм Казахстана с Тунисом не сильно развит. У нас, наоборот, больше граждане предпочитают ездить отдыхать в Дубай, в Турцию, в Египет, в Таиланд, либо еще куда-нибудь. А с Тунисом еще пока нет особого туризма. В этом году с Шимкента отправляли в Турцию, да, в Тунис. Туристов, ну, надеемся, что им понравилось, и они хорошо отдохнули. И если вы делаете приглашение иностранцу, дается на 3 месяца. И если вы получили приглашение, то в течение 12 месяцев вы можете им воспользоваться и въехать на территорию Казахстана. И, наверное, в ближайшее время мы посетим Казахстан. И хотела бы еще, знаете, немножко добавить то, что где бы я ни находилась, я вот ездила несколько раз в Дубай, в Москве, я жила немножко. Сейчас я живу уже в Тунисе. Ничто не сравнится с родной землей. Не зря есть пословица, где родился, там не пригодился. И оно в действительности так. Ну, у каждого, конечно, свое. Многие люди мечтают уехать в Канаду, в Европу, в Америку. А я настолько мечтаю просто попасть сейчас на свою родную родину, в свой родной поселок, в свой любимый город. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком. Напишите мне какой-нибудь приятный комментарий или какая у вас была ситуация с въездом в Казахстан. Кстати, насчет въезда в Казахстан. Был у меня такой один случай, когда мой один знакомый, он сам афганец, но как беженец переехал в Швецию. И со Швецией они приехали на семинар в Алмату. Вы не поверите. У нас в аэропорту настолько не хотели их впускать. Они настолько к ним придирались. Вы даже не можете поверить, несмотря на то, что шведский паспорт является одним из самых сильных паспортов в мире. И со шведским паспортом вы можете ездить во многие страны. И вам не обязательно иметь даже визу. Точно так же и в Казахстан. И чтобы им приехать, им не обязательно иметь визу. Но тем не менее, из-за того, что они афганцы, миграционная служба придиралась. Ну и в общем, был такой вот случай. Ну ладно. Спасибо всем за то, что вы посмотрели это видео до конца, если вы его до конца досмотрели. Надеюсь, вам информация была полезна. Пишите мне в комментариях. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok